Здравствуйте! Утро в избушке. Началось сегодня довольно рано. Животные недоумевают. Сколько бы это вдруг? Ирина Александровна вскочила в пять утра. Да просто позвонили, пожелали хорошего дня и сообщили, что приезжают через час наши трудяги. Ну это просто здорово. Вот сейчас немножечко проснуться, потянуться, идти встречать. Ждала-ждала и дождалась. Бонни, ты опять занимаешься грабежом. Ну сейчас-сейчас насыплю эти корма. Зачем вскрывать сейф, то бишь кастрюлю? Ой, пронырливая котяра. Ладно, надо потихоньку просыпаться, приниматься за повседневные дела. Однако, чуть пораньше, чем обычно. До торжественного в прибытии бригады осталось где-то так минут шесть. Вот, зашла печку, затопила температуру, упал до восемнадцати за ночь, поскольку похолодало. На улице минус шесть и звездное небо. Какая красота! Хорошую погоду привезут. Вообще классно. Ладно, ждём-с. Огонём горит. Романтика сплошная. Шесть утра. А ведь и правда звёзды замерцали. И пар идёт изо рта. Ух, красотища! Собаки бодят, а я уж на готове. Мерцает снег. Так, ай, и скоро возникнут огоньки на нашей пустынной деревенской дороге. Лепота. Ждём-с. С фонариком в руке. И вот на стволах берёзок, что по другую сторону дороги, Хм, возникли блики. Кто-то подъезжает. Ну что ж, ждём. И ждём с нетерпением. Ну а кто, кроме моих, может в такое время приехать? Страннички. Зодчие. Надеюсь, не промахнутся. Ворота я вчера раскрыл заранее. Угу. Так, весять. Карри, ко мне. Карри! Ну что ж, гашу фонарь. Готовлюсь к объятиям. Ну всё. Показала владение временным хозяевам. Они начали разгружать машинку, на которой приехали. А та, что со стройматериалами, уже подошла. Ночует шофёр, загрузившийся с вечера на боковой дороге. И скоро компания появится здесь. А ты можешь пойти пока прогуляться. Так, ладно. Подготовить всё к встрече персон. И как только они освободятся, налить кофе. Да, сложная была дорога, но всё стоялось хорошо. Ну вот уже и восемь часов. Скоро рассветёт. И день будет солнечным, вероятно. В Нефаций вернулся, когда мы с ребятами сидели, попивая кофеёк у меня в комнате через окно. Безбоязнь вошёл, поскольку давно знает наших рабочих, ещё котёнком с ним познакомился. Плутия заскреблась дверь, и тоже её персоны не то, чтобы всех повергла в удивление, но умилила. А вот Пуша так и просидела под креслом всё время, пока мы с ребятами попивали кофеёк, лакомили сладостями и беседовали о том, что произошло за месяц, пока мы не виделись. Разумеется, обсуждались радужные перспективы и выражались надежды на то, что всё-таки свет скворечники дадут. Ну чего, выйдем из положения. Ещё немного, ещё чуть-чуть, можно будет выйти на улицу и посмотреть, с чего же начнётся новая стадия улучшения жизни деревенской на отдельно взятом участке. Да, предстоит нешуточная разгрузка. Ребятам ведь надо будет ещё и в Савином Доле кое-что предпринять. Материалы привезли на оба участка. Что ж, посмотрим, как оно пойдёт. Жду не дождусь, когда, наконец, всё уже посветлеет. Так, ну а ты не ждёшь. Ты прямо сейчас начинаешь хулиганить. Ай, пушечка-то каверзная, замок на себя не урони, брат, когда-то откопал. Да, штучка занятная. Ну вот, надо же было так удобно развалиться, свиси в хвост, да лапки, да ещё что-то и цапать передними. Плудь. Ай, хулиганистая кошка. То ли дело пуши. Устроилась под лампой, как в инкубаторе, и спит себе спокойненько. Ну а давай сейчас эту штуку ещё перевернём. Вся мелочёвка из неё посыпется. Шла б ты на кровать, Пока бы ни фасистом, а весь рост не развалился. Хитра кошка. Ребята прилегли немного отдохнуть, А я вышла рассвет встречать. Несколько дней подряд не было даже намёка на солнце. И какая же сейчас красотища! Пройтись чуть выше, на горку, И полюбоваться, как восходит солнце. Да, прекрасное зрелище мне предстоит. Ну а, судя по всему, Водитель грузовоза уже проснулся, Машинка завелась, И скоро предстоит вставать рабочим. Заниматься разгрузкой, Стройматериалов, металла и прочего, Что необходимо для ремонта крыши И новых действий на территории Савиного дола. Да, Саня, погодку вы привезли, конечно, замечательную. Жалко, что ненадолго. Я посидела, посмотрела прогноз, Ничего хорошего в ближайшие дни. Лишь бы дождь не пошёл. Не, ну здорово. Ну что, Колька-то проснулся уже? Проснулся, завел. Ох! Зима настоящая. Ну, попали. Из осени в зиму. Да. У вас и снега и в помине нет. Да у нас нет. Ну всё, готовы на трудовые подвиги. Я в переоденье. Ой, поспали хоть немножко. Ну, замечательно. Ой, ой, ой. Человек ещё в цивильной одежде. Да, подожди. Рано. Ребята отправились переодеваться в рабочие костюмчики, а я поднялась на перегорок и поражаюсь красоте открывшегося вида. Небо потрясающее. Что с западной стороны, куда уходит туча, что отсюда, где так красиво смотрится небольшой лесок. И вот-вот выглянет солнце. Радик, естественно, примчался вслед за нами. И сейчас уже успел растявкаться где-то около деревьев. Потрясающая картина. Очень красиво. Ой, но руки стынут. Минус восемь. Да, ребята привезли не только хорошую погоду, но и морозец, настоящий зимний. Посмотрим, как денёчек будет развиваться. Во всяком случае, машина, готовая к разгрузке, уже подъехала чуть ближе и ждёт тружеников. Ну, естественно, надо будет вернуться к этому моменту, когда начнётся разгрузка драгоценных стройматериалов. Да-да, вьюрок. Возможно, тот самый, что у меня был. Ты же говорила, они перелётные. Как ты сказала, от морозок? Я не знаю, остаются они, нет. Ну, наверное, нет. Я вьюроков раньше никогда здесь не встречала. Осенью первый раз. Как-то видела. Ну, тоже одним днём вот так. У меня ещё корм остался с кормушки. Ну, снегирёк показался. Доброе утро. Ну, сегодня холодно. Ну, сегодня много птиц будет. У меня с уфики стали по трое приезжать. В смысле, прилетать. У меня с приездом рабочих уже термонология не та пошла. Ладно, кофейку и дальше побежать. Ну, со Савинова дола, куда подоспели также Слава и Саша, состоялось нечто вроде планёрки. И вот Артём ушёл на прогулку с кубиком. Машина поменяла место дислокации. И началась деятельная подготовка к разгрузке. Пока я таскала воду и дрова, тут уже успели материалы, которые остались от ремонта бани. Выдрузить на снег. И вот любопытно, как мы теперь будем передвигаться. Ничего, протопчем. И кнопка прибежала. Подоспела. Да, тут сейчас будет оживлённо. Привет, привет. Так, ещё охапочку даровишек, и можно присоединиться к коллективу. И вот из недр кузова весело полетела заспан, который Саша так хорошо таскает. Так, поликарбонат. К чему бы то не ожидала. И последний технониколь, который ещё остался в глубине кузова. Ну, а дальше металл, досочки. Часть будет отвезена на территорию Савиного дола. Но здесь, около скворечника, ба-бах, как подушка. Так, в первую очередь, вся свободная площадь покроется стройматериалами. Нет, летом там всё приходилось на ручках таскать. А сейчас спокойно можно просто катить по льду. Тем более, что ледок у нас образовался знатный. Собака, как у меня, приподнятое настроение. Затеяли весёлую беготню. Путаюсь у всех под ногами. А между тем, пригодился бывший даровник, ставший импровизированной беседкой. А, разобранная веранда баня. Ну, надо было разобрать. Я старалась для того, чтобы поднять всё это на сваи. Вот, теперь туда сгружается металл. А весь-ка, как обычно, изображает рыжего сайгака. Удачно получается. Ну, а теперь уже это бег с барьерами. Лишь бы никто не споткнулся. И лапы не окорябал. Да, сегодня тут никому не холода. Даром, что температура достаточно низкая. Ну, что до меня это уже разогрелось. Надо было кое-что убрать из-под навеса, чтобы можно было сложить утеплитель. Тринственные ящички. Ну, прям-таки сундуки Пандоры. И две рыжих собаки, которые неизвестно, когда прекратят свои неугомонные скачки. Ненадолго заглянула в избушку проведать своих питомцев, которые поспешили после скачек отдохнуть. Кошки не стремятся гулять, поскольку погода прохладная. А на кормушке вновь красавчик дятел обосновался. Уверенно так расселся, поклевывает. Но не особо смущает синичка. Успевает что-нибудь ухватить и снова упорхнуть. А ребята, наверное, дятел толком и не видели. Сегодня зашел разговор о снегирях. У них, оказывается, они давным-давно не появлялись. Ну, что ж, полюбуются у меня. Поскольку у этих птиц сейчас стало гораздо больше, чем в более теплое время. Через некоторое время она вышла на улицу и обомлела. Казалось, участок относительно моего достаточно велик, но он уже весь покрылся досками, металлом. Чего тут только нет. Никогда не думала, что для крыши потребуется столько материала. Хм. Мне раньше казалось, что все куда проще. Ну, ребята, если что-то делают, то делают основательное. Так, а кто тут рядом со мной шныряет? Замезлой? Ну, конечно. Раз замезлой, надо немножко размяться. Луч, пойдем домой. Сейчас все уедут с авиный долг разгружаться. А мне уже пора за дошлифовку садиться. И, глядишь, сегодня льняным маслицем что-нибудь покрою. Так, надо только у ребят выяснить, куда им теперь удобнее ставить дрова. Загрузила тачечку. Эх, все замечательно. Только лепестричества нету. Ну, ничего страшного. Сейчас освободятся, бросят провод от моего дома. А там видно будет. Ну, ты хороша, конечно. Ой, фото-модель-то моя на фоне можжевельника. Ну, плудь, аккуратней. Чудо. Приход на обеденный кофеек. Сашка, ты на ежка похож. Вот это новое творение, да? Ну, ты понимаешь, вчера была такая темнотища за окнами. Это самое. Мне сегодня надо дошлифовать и льняным маслом покрывать. Так что, сегодня как раз погодка. Пока вы там трудились, я бездельничала. Никак ролик не могу досмотреть свой следующий. Позвонила Машка в истерике. Ну, Росик, во втором классе. У них там английский пошел. Короче, они словарные диктанты пишут. Она как начала меня термином засыпать. Я прибалдел, конечно. Ее уже мелко дрожью бьет от этой программы. Господи, нафига все поменяли? Ведь дети учились сами. А теперь родители ликбез проходят по второму разу. Ну, да. Родители, наверное, учат. Вот я ей то же самое сказала. Но кому это надо? Из-за родителей. Вот это вот очень таинственное. Ну, а эту штуку я сегодня уже доконаю. Так, печенечка закипает. Накрываем на стол. Ну, Боня хорош. Он ведь действительно помнит, как ты с ним играл в игрушечку на резиночке. Ну, да, было дело. Господи, это был три года назад. С ума сойти. Хотя нет, погоди, какой три года. У тебя морда была в пять раз меньше, Боня. Ну, он здоровенный, конечно, вымахал. И карька все лазится. С конфетку хочешь? Нельзя. Конфета с собакам? Вредно. Не порти мне животных. Славка, действительно погоду привезли. Ой, как же давно тут солнца не было. Все, собаки покинулись. Твоим бы устаем да мед пить. С завтрашнего дня опять облачности и снега. Так, ну что, бросать провод. Слушай, я вообще потрясена. На то, сколько на крыше должно быть нормального материала. Там все по-простому. Четыре стропилины с каждой стороны. И на них не обрезная доска наколочена. Все. А тут штабеля. Ух, что-то будет. Солнышко, не солнышко. Но это, к сожалению, лишь временное явление. И что посыпется с неба или польется в следующие дни, никому не известно. По-моему, даже гидрометцентру. Поэтому ребята, как обычно, в первую очередь тщательно закрывают весь стройматериал. Привозят специальную пленку. И вот сейчас процесс пошел. Ай, предстоит еще бросить провода, чтобы электричество появилось в домике. Тогда вообще все будет замечательно. До момента Брестов электрика. Как-нибудь перекантуемся. Ну, а мне, несмотря на великолепную погоду, приходится возвращаться к печке и заниматься окончательной шлифовкой. Вчера из-за мглы, которая воцарилась в избушке, и беготней между своречником и своим домом, мне этого сделать так и не удалось. Ну, вот и все готово. Шкурку достала. Самую мелкую. Ну, увы. С запада приближается туча. Ох, как же мне сейчас нужно яркое освещение. Ладно, попытаюсь что-нибудь успеть сделать. И, может быть, сегодня завершу. Да, надо поторапливаться. Потому что с каждым часом, ну, и уходом солнца будет становиться все темнее и темнее. А Бонька сегодня на прогулку не торопится. Ох, как же он ухлестывал за своими старыми знакомыми. Ведь еще совсем недавно, ну, как недавно, два с половиной года назад, Сашка с ним каждый вечер играл вот этой маленькой игрушкой, паучком косматеньким, С которым позже забавлялась и пуша. Я каждый день ее тренировала. Ну, болезнь, знай, кошка, нужен был тренинг. На улицу ее не выпускала, потому что она была достаточно слабая. И вот, по несколько раз в день я с этой игрушечкой возила с ней на кровати. Нам еще многие игрушки присылали подобным образом. Но ни одна не оказалась настолько стойкой. Это еще и Плушина по ползновению пережила. Вот делают же иногда люди. Замечательная вещь. Хм. Нет, этого я никогда не выкину. Память. Память детства моих котеек. Ну, ладно, хватит сантиментов. Пора браться за дело и постараться хоть что-нибудь успеть. Солнце это, правда, вскрылось за облаками. Но я все-таки все успела. Ох, как же приятно работает сокол. Горящей печки, полыхающей полежками в тепле. Ну, и теперь и в створечнике жизнь наладилась. Там стало все куда лучше и приятнее. Ребята набрали воды из колодца. Почему-то предпочли мой, хотя и дальше таскать воду. Но она им понравилась. Говорят, что вкусная. К тому же оттуда можно достать воду, просто-напросто зачерпнув ведром, без всяких воротов, цепей и каких-то метаний ведра вниз, перевернув водничем кверху, чтобы лучше взошло и водичку подсекло. Хотя для них, заядлых рыбаков, понятие подсекает, было бы, вероятно, весьма соблазнительным. Ничего, еще успеют в процессе работы отдохнуть и съесть на рыбалку. Ну, а мне сейчас предстоит поставить на печь кувениное масло. Еще разочек пройти с шкурочкой, уже совсем мелкой. И можно приступать, обрав все ненужное и перспособа для работы необходимая. Ну, вот и все готово. И можно приступать. Ох, этот запах льняного масла. Как он меня будоражит, честно говоря. Потому что это подвестие того, что сейчас состоится самое интересное. Начнем. Уж не знаю, сколько народу я подсадил на эту процедуру покрытия. Но сама, честно говоря, каждый раз впадаю в эту эйфорию, когда подобным приходится заниматься. Самое интересное, что сегодня, когда ребята, как только приехали, более-менее освоились, пришли ко мне на утренний кофеек, достаточно ранний утренний для такого времени года, Рома, в первую очередь, обозрев избушку, вцепился в эту деревяшку. Я почему-то думала, что ребятам больше нравятся какие-то, скажем так, цветочки, листочки, более-менее с такой предсказуемой формой. Но нет. Оказывается, их стоят ценители дикой древесины. Хм, неприятно. Кому-то нравятся совершенно определенные формы, которые что-то изображают, а кому-то те, которые выглядят диковатенько и непонятно что. Могут из себя представлять, но, тем не менее, настолько оживляют дизайн любой городской квартиры. Но ведь действительно, вот такой кусочек природы в комнате это всегда радость, поскольку он на это контрастно смотрится по сравнению с остальными частями декора и может внести такую изюминку в интерьер любой квартиры. Мне очень интересовало, как это местечко получится. Тут слоистая древесина, и я ее, немножко обработав, не стала удалять. Можно было бы все соединить, но подобная перемычка придает некоторое ощущение объемности. Да, я очень рада, что приехали наши строители. Во-первых, начинаются какие-то новые преобразования. Но, кроме того, мне действительно ужасно приятно с ними общаться. Его у них постоянно чему-то учусь. Так, ну-ка, вот этот сучок меня весьма интересовал. Какие-то определенные навыки, то, что я в свое время приобрела в Казахстане, впрочем, с древесиной не особо намного работали. Все бывший капитальный ремонт этих самых арченков или каких-то строений. По дереву там, конечно, было не разбежаться. Но с каждым разом, когда наши строители появляются в деревне, возникает благодаря им что-то новое, чему-то учишься, что-то приобретаешь для себя. И вот любопытно, ужасно любопытно, как будет происходить ремонт пиентой с самой крышей. А я-то полагала, что самое сложное, которое им досталось, это моя. поскольку крыша у меня шатровая, изба пятистенка, ну, это значит прямоугольник, поделенный поперек еще одной стеной. А шатровая крыша, в отличие от двускатной, что же, скворечника, ну, они плодят, естественно, разной конфигурации, представляет из себя достаточно сложный проект. Мне-то казалось, что именно моя, где пришлось столько работать с вырезанием металла, ее покрытием, причем по корябым жердям, положенным на щепу. Это такие тонкие пластины, которые, как правило, делали из липы. Ну, уж не знаю, как они управились тогда. Полагаю, что в этот раз, несмотря на большую высоту, для которой они намерены уже сегодня начать такие подмасти мастерить, моя казалась мне самой сложной. А нет, бывает, и покруче в прямом спусте слова. Так, ну, что же получается? Рассогнать немножко маслица, и все это дело перевернуть. Нет, достаточно объемные изделия и с любопытной окраской изнутри. А теперь взглянем, что же там снаружи. Ох, неохота мне, конечно, пачкать свою палочку, которую я раньше для стримов применяла. Ох, неизвестно, когда они вновь возникнут. С Ютубом пока все весьма проблематично. Ну, что поделаешь, придется подождать, как я надеюсь. Да, тут тоже достаточно интересный рисунок получается. Это легкая волнистость, темные окропления. Так вот, ребята с того момента, как начали и в избушке, и в скворечнике в савином доле работать, постоянно являлись достаточно серьезными ценителями моих изделий. И это явно приглянулось с самого первого взгляда. Посмотрим, что завтра скажут, когда придут по утру кофейку попить. К сожалению, эта вещь еще не успеет достаточно просохнуть, и нельзя будет повертеть ее в руках. Ну, поскольку, господа мужики, здесь обосновались надолго, работы много предстоит, им еще удастся увидеть, что получится целиком и полностью. Как уж здорово, что есть такие люди, которые могут взяться за все, что угодно. Начинают ремонт древнего строения. Ну, все уже видели, во что они мою избу превратили. И крыша поменялась, и сама избушка изменилась, став похожей на более такой презентабельный коттедж. И с их легкой руки появились господа электрики. Ах, как жалко, что не те, которые могли бы сейчас провести свет, возобновив целостность проводов в скворечник. Пришлось тянуть, естественно, провода от моего дома, благодаря которым в скворечнике появился нынче свет. А вечер уж совсем близок, и он скоро весьма пригодится. Да, работа с деревом, какой бы она ни была, обездаем, будь то строительство, будь то, вот такие вот изыски, да убежать. Но все-таки это часто интересно, и это нас объединяет. Ну, ладно, буду искать, как всегда, непрекрасы, выключив телефон, смотреть, что еще надо доработать, и, как всегда, думать о том, что делать дальше. Впрочем, на сегодняшний вечер работа уже предрешена. Доводить дома тот недодел, который у меня когда-то остался. Вот за руку дала, больше никогда подобного не делать. Уж если начинать, то завершать сразу же. Ну, это опыт, опыт нескольких лет, и он, скажу, прямо несколько меня расстраивает, но все-таки надо попытаться завершить то напортаченное, что было когда-то создано, но и доведено до ума. Ну, и сейчас прощаюсь, поскольку дело еще навалом, и многое интересное предстоит впереди. Ну, что ж, здоровья и удачи, а нас ждут радужные перспективы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова